Мароша, псих. Надо на всякий случай сделать видео моих клумбочек, чтобы потом было с чем сравнивать. А то я что-то тут ковыряю-ковыряю и ничего не фиксирую на видео, фото. Только так, с Марошкой, когда гуляем. Марошка сегодня сдурела, да? Взяла, спрыгнула с балкончика. Ну, пока мы ее ходили искали, вообще исчезла кошка. Я догадалась потом в последний момент прийти на эту сторону. И она вот там около колодца сидела. И, судя по всему, ловила лягушку, которая там сидит. Так, рыбку такая на травинке. Вот, лежала, то есть сидела. Лежала она, да? У-у-у, кошка у порожка. Ты смотри, а то из дома выходить не будешь. Куда ты собралась? Сейчас мы пойдем вниз вместе. Ну, это все комнатное. Вот, лилию поставила. Вчера покупали тоже. А Маше, соседки по деревне, подарили на день рождения такую двойную красивую. Я посадила себе тоже. Вот, ну, в общем, сейчас спустимся, пойдем посмотрим, что я там насажала. Вообще отсюда видно просто все зеленое. Это потому, что трава везде растет. Я сейчас потихоньку начала перекапывать. Хочу сделать дорожки из щебня потом. Потом как-нибудь. Пока у меня все посажено так. Будет десятки раз, я думаю, еще пересаживаться, туда-сюда перетыкиваться. Вот так кошка теперь идет впереди меня гулять. И дальше куда? Ты сейчас на жаре схлопнешься. Здесь я пока временно посадила лилейники. Тоже купила один в Москве, один вязьми. То есть нет, вот эти вот вязьми. Вот этот и вот этот. Вот этот он какой красивый. Правда, бледненький, но очень крупные цветы такие, лимонные. Этот красный, но в машине мы оставляли, они поджарились и, в общем, цветоносы засохли. Но вообще их обрезать надо, конечно, по-хорошему. Этот-то из горшка был, этот не надо обрезать. А эти просто корнями. Но очень красиво цветет. Я не могу обрезать мне это. Пусть цветет. Можжевельничек я еще никуда не посадила. Здесь роза, которая пионовидная. Здесь роза красная какая-то кустовая. Здесь кошка-морошка. Здесь еще саженцы не посаженные. Но лилейники я потом буду пересаживать. Я пока не знаю, куда. То есть я знаю, куда хочется их вот прям вдоль стены. Но мы там еще будем копать, ковырять. Поэтому пока не годится вдоль стены. Нельзя там ничего сажать. Мороша, не надо под яблоньку, ладно? Пойдем со мной. Морош. Бревно будет где-нибудь в другом месте. Эти камни тоже временно лежат. Они еще на своих местах не переложены. Пенечек, я думаю, к зиме оттащим туда под дерево и сделаем из него, ну, на нем кормушку для птичек. Чтобы они там ели, а не на веранде. Потому что на веранду они какают сильно. Вот. Здесь ирисы. Ну, тут скопано. Просто с краев трава наползла. Кедр. Сосна горная. Елка. Это пикт или как там ее. Короче, канадская. Морош, иди сюда. Кошка-дурешка. Тут я что-то зачем-то розу посадила. А потом подумала, что у нас же здесь идет канавка и сюда вода вся. И я вот не знаю, то, что здесь к розе будет вода притекать. Это, наверное, ей плохо. Ее надо отсюда будет пересадить. А там растут ятрышники, ертышники орхидеи. Это ирис сибирский синий. Ирис сибирский сиреневый, поздно цветущий. Жалкий флокс. Тоже надо обрезать его. Но я пока вот оставила цветы, чтобы все это зафиксировать. Сейчас я схожу за кошкой. Дам ей втык. Ругаю ее. Ну, кошка в тенечке просто, да? Она не хочет идти на солнышко. Хватит есть траву. Она у тебя в попе потом застревает. Морожь! Не домой пойдешь? Нет? Не пойдешь? Я сейчас буду ловить. Морожь! Смотри, какая у меня штука есть. Еще одну кошку выманем. Где ты там? Ай-яй-яй-яй! Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи! Осталось! Осталось! Пойдем домой. Точнее, не домой. На клумбы пойдем. Чего? Нет! Я тебя держу. На плече сидит. Иди в тенек, беги туда. Беги в тень. Еще одна роза красная, по-моему. И здесь эти фиалки весенние и садовые, которые тетя Тамара мне дала. Маленькая кучечка альпийская. Со всякими молодилами и камнеломками. Вон там торчит лаванда. Вот еще у меня камнеломочка. А вот жабонька у нас тут есть. Жабоньков у нас много. Нет, Мароша, наша жабонька. Пусть идет. Оставь ее. Оставь! Вот. Камнеломка теневая. Ну, что-то теневое. Еще роза. Что-то прибрежное. Сусна. Здесь розочки. Такие почвопокровные. Две штучки. Лягушенька вон там. Лилии, которые уже отцветают. Надо обрезать. Лилейник. Тоже тете Тамара подарила. Вот этот и вот кусочек. Ирисы. По-моему, тут синяя кошка. Еще и ертышники. Вот роза зацветает. Тоже такая будет. И здесь какая-то бордовая такая. Оленьий язык. И какое-то другое у него есть название. Совершенно дурацкое. И еще один лилейник. Это вчера мы с Серегой купили. Ну, здесь у меня в основном примулы. Вот этот ищелистник сам вырос. Это дикороса. Вот ромашки. Это все у меня тут еще куча дикоросов осталось, которые я не стала выкапывать. Пусть цветут. Сейчас ромашки засеются, я их уберу. Тоже розы. Тут много примул. Там какой-то странный дельфиниум. Что-то там ворсистое. Рудбекия, по-моему. Можжевельничек. Просто можжевельничек такой. Японская айва. Это вот виолы в горшочках. Можжевельничек, который то ли сохнет, то ли нет. Он еще не решил. Можжевельничек, который я жил. И еще льва. Яйцо тухлое. Кошка. Тут много всяких луковичных. Вот эти сорняки я постоянно выдираю. Но как бы им все равно. Вот. Ну, тут такое меленькое все. И много вроде как луковичные гвоздички. Вот эта еще не цвела. Не знаю какая. Вот эта розовая. Вот эта вот очень красивая красная. Долго цветет. Вот можжевельники из Карелии, которые уже выросли. Они были вот такими. Вот. Вон. И вон там. А тут эти жаркие-то, которые как купальницы, только оранжевые. Вот везде, где я хожу, я думаю, что потом буду из щебня делать из красивого тропиночки. Я все потихоньку вокруг выкапываю. Тут тоже лилии отцвели. Пара розочек. Вот новую ветку дала. Это портулак. Который однолетний. Не знаю, сам засеется он на следующий год. Он разноцветный, прикольный такой. Тоже роза. Аконит. Вот лилии я посадила прямо в горшке. То есть большой горшок посадила одну. А вот эти желтые просто так. Но насыпала туда мышиных репеллентов. Посмотрим, как будет работать. Что-то там прекрасное. Красивое. Пишут многолетнее. Но на самом деле это не факт. Тоже какой-то лилейник. Не знаю, какого цвета. Тут у меня ирисы, которые я покупала. Не знаю, они прижились или нет. Вроде прижились. И пион я пересажу, потому что я его неправильно посадила. Тоже ирисы. Тут дикая яблонька, дикороса сама выросла. Лук шнидета. Ещё ирисы. И там я засевала всякие незаботки. Это такие лилии оранжевые. Роза жёлтая. Вот такая же, как вот эта. Ну, эта уже цвела. Надо обрезать. Ой, жарко. Тут у меня тоже ирис сиреневенький. Позднецветущий. Высокие лилии оранжевые. Пион, сказали, бордовый. Это что-то там, не помню уже. Что-то сложное, какое-то дурацкое название. Вот. И кошка писает, какает. Флоксы тоже надо. Хотя они хорошо себя чувствуют. Не знаю, обрезать или нет. Разных цветов. То есть вот этот вот беленький и тот розовый. Это мне бабушка вязьме подарила одна. Когда я у неё покупала жарки. Вот. И они прямо очень прекрасные. В следующем году, я думаю, будет много у них цвести. Вот белый, вот этот прям такими шапками большими. И вот такой приятный розовый. Тоже большой кустик получился сразу прям. Хотя он такие маленькие дырила штученьки. Вот это вот свежие. Я их, думаю, буду пересаживать отсюда. Потому что это вот я вчера сажала, когда я думаю, ну, красиво с этой стороны смотрится. А со стороны веранды вообще не смотрится. Вот. А хочется, чтобы они такой стеночкой росли. Здесь вот я сейчас начала вскапывать. Откопала эту спирею. Или как её? Аж пять кустов оказывается здесь. Вот. Навтыкала тысячелистник, чтобы он тоже стеночкой шёл. Вот это то, что засохло, надо будет выкинуть. Это дельфиниум. С рептилиума. Там подарок. Потом. Тут я луковичек навтыкала первоцветов. Вот за вот этими палочками, чтобы не забыть. Ещё пион. То есть это часть того. Тоже надо будет его пересадить. А то он, я думаю, что вымерзнет. Ну, сейчас это в конце августа делать будем. Вот. Ну и я планирую... Хотя мне очень нравится травка, но она весь вид такой здесь на себя акцент делает. Вот. Это будет горка альпийская. Она сейчас сложена из кусков дёрна. Там, в принципе, плодородная земля и трава. Вот. На следующий год, наверное, буду её засаживать. Ну, вот когда так смотришь, прикольно. Разглядывать, смотреть. А сверху вообще не смотрится. И здесь я посадила те, кто любит полутень. Не любят яркое солнце. Это радодендроны. Два. Вот. Они не цвели у меня. Не знаю, как они цветут. Но вот листья новые дали. Это чубушник. Юлька привозила. Он в горшочке пока, потому что маленький. Я его отсюда буду пересаживать. То есть он здесь пока просто в детском саду. Аконит. Сирени. Три штуки красивые какие-то. Вот. Ландыши обычные лесные. Что за бумажечка? Ой. Вот. Белый колокольчик. Надо ещё найти такой же. Синий. Я видела, синие такие должны быть. Скоро семена даст посеяться. Это... Это... Не помню, как называется. Только вчера смотрела. Все... Пофиг. Ладно. Это то, что тетя Вера привозила. Такие розовые цветы она на трассе нашла. И сюда привезла. Вот. И дальше тоже ещё одна сирень. И там боярышник. В общем, пока вот это вот всё. И я постепенно вот перекапываю. Сейчас в жару невозможно. Тут самое пекло. И только вечером. А вечером комары. Поэтому я очень медленно копаю. Но всё равно. Что-то начинает. Тут у меня тоже всякие черемша. Луковички. Анимоны лесные. Вязьми... Вообще, я их видела в лесу. Мне гадилов показала. Я тогда очень хотела. Думала выкопать. Будет расти, не будет. Но я так этого, конечно, не сделала. Потому что они краснокнижные. А тут вот вязьми увидела. У бабушки продаются. У одной. Садовые. И у бабушки я купила. Раз кучка. И вот здесь вот ещё один. Сейчас планирую вот так обкопать всё. Вот. В общем, всё надо обкапывать. И траву убирать. Потому что она лезет, конечно, неимоверно везде. И тут я смотрю ютубчики всякие. Там рекомендации про сеним. Я многолетники люблю. Очень удивляюсь, что рекомендуют растение садовое, многолетник, декоративное. Манжетку. Манжетка это вот эта вот фигулина. Которая у нас тут все поля заросшие. То есть она тоже. Она сорняк. Мне я её выпалываю. Но нет, декоративное садовое растение. Продаются. 250 рублей в горшочке. Я видела. Вот. Ну и тут у меня хвойнички ещё посажены. Вот тут клён. Полевой, по-моему. Это клён в горшке ещё. Не знаю, куда его посадить. Он вырастет большим деревом. Стоит пока в горшке. Ну пусть стоит. В общем, такое вот у меня хозяйство. Сейчас чихну. Спасибо. Солнце в нос попало. Кошка. Опять пропала кошка. Только что шуршала за спиной. Наверное, она опять к колодцу пошла. Я бы тоже там сейчас бы сидела. Да? Там прохладненько. Лягушеньки. Давай ей мостик туда поставим. А то я его убрала и поливала. Вот Мароша так ловит рыбоньку. Запустим туда карпов кои. Им будет там хорошо. Мароша, только ты доской это не пользуйся. Лягушенька. Где-то тут плавала я её видела. А, вон она. Вон, пошла. Мороша, сколько будет комментариев под видео, что ты туда упадёшь, потонешь, не выплавишь и всё такое? Да-да, вот так ты точно туда упадёшь. Надо тебя макнуть разочек, чтобы ты знала, да? А, техника безопасности, Кош. Нет? Нельзя. Смотри, доска уплывает. Несколько мы тут посидим, я её домой заберу. Естественно, я её одну тут не оставляю без присмотра. Смотри.